На работе вчера у меня получилась вот такая вот нелепость, но я знал, что это будет, но оно и произошло. Вот представляете, то есть будущее никто не отменял. И раз произошло, то и произошло. За сочувствие моих пальцев, всем моим подписчикам, огромное спасибо. Когда у человека есть своя боль, мне казалось, что никто не может посочувствовать моей боли, потому что боль-то, она моя, а оказывается, видите, как получается. Люди смотрят и сочувствуют именно моим пальцем. Но это нелепость, я честно говорю. Я знал, что так будет, но оно получилось. Вот представляете, я даже знал, какие движения они будут, но знал и получилось. Ну, больше объяснить не могу. Вот сейчас я опять пришел на рабочее место, и вот эта вот доска выше, выше вот этой вот отметки. То есть, вот этой вот доски, низа доски. Как это будет, сейчас вот смотрите. Я взял толщину такой же доски, и теперь буду вот таким вот образом прикладывать, чтобы здесь было ройника. То есть, я подтянул доску, и теперь здесь сделаю вот такую вот риску. Сделав такую риску, я теперь и здесь делаю вот такую вот черточку. Карандаш сломался, придется его точить. Вот такую вот черту делаю. И вот здесь. То есть, вот так я и делаю. Надо будет поточить. И сразу же буду делать то же самое и здесь. Вот таким образом. Но, когда я срежу, доска сядет ниже и будет в одном уровне. Но, когда я буду вот эту вот доску устанавливать вертикально, она, конечно, будет выше на вот эту вот толщину. И это вот мне очень важно, что она будет выше. Ну, дальше я вам покажу. Сейчас моя задача, все вот эти вот доски отпустить вниз, а также вот сюда установить доску, распилив ее вдоль. Срезав вот такую вот толщину. То есть, чтобы верх был везде одинаковый. А можно вот эту вот доску то же самое и оставить, Но, дальше увидим, что будет получаться. Теперь я слезу и сразу же вперед забегу и покажу, почему я не забил вот эти вот все доски. Вот эти все доски не забил, не закрепил вот к этой стене, а также к этим доскам. Потому что вот эти все я доски уберу, и вот эту вот доску я потом забью к этим вертикальным деревянным стойкам. Вот так вот забью. Это, конечно, будет жесткость. Но пока этой жесткости нету, эти доски у меня как бы плавающие вот с этой доской. А что я в дальнейшем буду делать? Почему я там сделал зазор, я вам сейчас покажу. В дальнейшем я буду ДВП прижимать к этим доскам, после того, когда я утеплю. И буду вот так вот закрывать. В общем, вот так вот буду закрывать. Забью этот ДВП. И все эти доски вместе с этой доской подтяну, как бы прижму. И в таком случае я могу забить вот эту доску к этим стойкам. И вот это вот ДВП как бы прижмется, и зазора здесь больше не будет. И тогда в этом месте пол будет вообще теплый-теплый. Потому что воздуху холодному вот с этой стороны просто пройти невозможно будет. Это я вам вперед уже показал. Пока здесь доску я не устанавливаю. Это пока мне не нужно, я в любое время установлю. Так как мне нужно. И здесь мы с хозяйкой разговаривали, что унитаз будет установлен здесь. А унитаз установить нужно, чтобы от этой стены до оси, где будет вот эта вот канализационная труба, выходить с этого подпола. из уровня этого пола, она должна выходить по оси 40 сантиметров от этой стены. Ну, вроде понятно, 40 сантиметров. Можно взять 45. Но здесь у нас будет специальная такая вот кабина, где можно тело человека вымыть. То есть вот здесь кабина. И чтобы места не забрать много, вот этот унитаз желательно и взять от этой стены 40 сантиметров. Мы уже планировали с хозяйкой обстановку в этой ванной комнате. Унитаз будет там, кабина будет здесь, здесь будет стиральная машина, а здесь будет раковина. А дверь будет где-то стоять здесь, от этой стены, приблизительно на 45 сантиметров. Чтобы можно зайти, и стиральная машина здесь, а здесь будет кабина. Мы о этом будем еще обдумывать, но мне главное, чтобы дверь была вот от этой стены, вот здесь, на 45 сантиметров. Приблизительно так. И здесь будет раковина. Когда мы заходим, мы сразу видим вот эту вот всю красоту. А унитаз как бы вдали будет, и мы будем смотреть всегда на зеркало, и это зеркало будет увеличить это пространство. Но я сразу наперед забегаю, что у нас должно быть. Хозяйке никогда здесь не бывает, и ей здесь делать нечего. А если она приходит, то я сразу задаю какие-либо вопросы, чтобы мне в дальнейшем работать, делая какие-либо узлы. Потому что хозяйке это не нужно. Ей нужно, чтобы была дверь здесь, канализационная труба там, и чтобы был потолок и стены. А как эти стены и потолок будут делаться, это делаю я. Но я делаю для нее так, чтобы для нее здесь было тепло, и после установки вот этого всего каркаса и крыши можно было ничего из материалов не покупать, а сразу прикладывать гипсокартон, и все. Больше ничего не надо покупать. И таким вот образом, если я смотрю на вот эти вот стойки, то вроде бы как много материала уходит. Но на самом деле, когда это все будет отстроено, больше какого-либо материала покупать не надо. Сразу клепай другой материал, и все, когда будет крыша. Ну вот такая у меня задача, отпустить вот эти вот доски, и туда доску установить. Если сегодня дождя не будет, я, возможно, постараюсь разобрать вот эту вот крышу, и установить стропильную ногу. Ну, там увидите, как это все будет происходить. Довольно интересно. Вариантов много, но нужно вариант выбирать. Вот я всегда выбираю вариант такой, чтобы в доме было всегда тепло. Даже крыша влияет на то, что в доме бывает либо холодно, либо тепло. Именно вот в этих вот местах, потому что все тепло будет подниматься вверх, и чтобы это тепло не выходило туда. Если оно будет выходить, то и испарение будет, и на чердаке всегда появится конденсат. А конденсат это очень плохо. Там стропильная нога начинает гнить, и капельки возвращаются вниз, и начинает там заливать весь потолок. А чтобы этого не было, вот я и вам покажу, что я буду делать. Ну, это я вот, представляете, в фильме уже зашел вперед, рассказал вам немножко. Ну, сейчас буду приступать работать. Пока.